Диаспорские организации Азербайджана по всему миру выразили решительный протест удержанию на территории Армении двух азербайджанских военнослужащих и совершению против них пыток. С письмом главе МИД Великобритании Джеймсу Клеверли обратилась руководитель функционирующей в Лондоне общины азербайджанцев в Великобритании Фарида Панахова. Важно, чтобы международные организации расследовали не только данные преступный инцидент, но и акты насилия со стороны Армении против пропавших без вести порядка 4000 азербайджанцев и дали им надлежащую оценку, отметила Панахова. К этому письму мы также прикрепили видео и фотоподтверждение того, каким пыткам подвергали нашего военнослужащего. На такие случаи некоторые международные организации закрывают глаза, делают вид, что ничего не произошло. Поэтому мы решили представить им факты. Очередное нарушение Армении их международного права не стало для нас сюрпризом. Эта страна выступила против документов, которые сама же подписывала, нарушив Женевскую конвенцию. В Армении привыкли к тому, что их поступки остаются безнаказанными. Поэтому они с такой легкостью совершают подобное. Решительно осудив применение пыток против азербайджанских военнослужащих. Руководитель общины призвала министра вмешаться в этот вопрос. Важно направить миру четкий месседж о том, что Великобритания не потерпит нарушения международного права, отметила Панахова. На факт незаконного удержания и жестокого обращения с военными отреагировали и азербайджанцы, проживающие в Швеции. Действующий в Стокгольме шведско-азербайджанский союз решительно осудил пытки азербайджанских солдат, удерживаемых Арменией. Заявление было адресовано шведской общественности и международным организациям. Руководитель общины Организации азербайджанцев по всему миру призывают международное сообщество дать правовую оценку действиям правительства Армении и лиц, совершивших данное преступление, а также обеспечить незамедлительное и безоговорочное освобождение азербайджанских военнослужащих. Субтитры создавал DimaTorzok